МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Понедельник, 6 марта, стал для Украины историческим днём, поскольку в этот день она представит международной общественности доказательства российских преступлений в отношении Украины. Об этом президент Пётр Порошенко написал на странице в Фейсбук. Правда, сильнее оружие, подчеркнул глава государства. Напомню, 6 марта в международном суде ООН в Гааге началось рассмотрение иска Украины против России относительно фактов финансирования ею терроризма и проявлений расовой дискриминации. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 7 марта встретится с госсекретарём США, а также с представителями администрации президента Трампа и Конгресса. Как пишет Униан, цель визита украинского министра – усилить импульс в политическом диалоге Киева и Вашингтона. В ходе встречи будут обсуждаться варианты восстановления территориальной целостности Украины, а также поддержка Белым домом украинских реформ. Напомню, в январе этого года США продлили на год антироссийские санкции из-за действий России в отношении Украины. В Одессе накрыли очередное подпольное казино. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, нелегальное горное заведение находилось в одном из нежилых помещений на улице Преображенской. В нем проводились коммерческие турниры по карточным азартным играм, а также играли в рулетку. Напомню, аналогичная операция была проведена правоохранителями в ночь на 1 марта. Совместно с работниками прокуратуры полиция пресекла деятельность ряда нелегальных заведений на территории города Одессы. Одесситов ждет очередной транспортный коллапс. Как сообщает Думская НЕТ, коммунальщики вскоре продолжат реконструкцию транспортной развязки на Пересыпи. Работы будут возобновлены во второй половине марта. В ходе аппаратного совещания в мэрии директор ДТС Александр Илько напомнил, что прокладка нового трамвайного полотна является частью проекта «Север-Юг», который должен соединить наиболее удаленные друг от друга районы Одессы. По его словам, с 14-15 марта на улице Атамана Головатого на участке от Пересыпского моста до улицы Адария будет организовано двухстороннее автомобильное движение. При этом для проезда закроют спуск Маринеско. Заслушав подчиненных, мэр Геннадий Труханов потребовал, чтобы весь комплекс работ занял не более 2-3 недель. Напомню, в ноябре прошлого года Пересыпь уже закрывали для проезда. Однако это вызвало транспортный коллапс, так как параллельно дорожные работы велись на объездной дороге. В результате график работ на Пересыпи был скорректирован. Их перенесли на весну 2017 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова